Приветствую, уважаемые дамы и господа, на связи я Алексей, команда Юниор Продакшн. Меня просили более подробно рассказывать о даже провальных попытках фарма, буду стараться прикладывать цифры добытого золота для сравнения, для того чтобы я набивал шишки, а вы выбирали только самое лучшее. В данном случае я рассмотрю 4 игры. Во всех 4 играх использовалось не 4 скилла, а 3. Это 11 из 12 мечей, лавр и кошки, которые впоследствии переделываются в кошачий глаз. По пассивкам изменения дубликатор уходит в пожелание, потому что когда вы будете бежать к стрелочкам, вы можете не забегать и не забирать. Конечно хотите, можете забрать, можете не забегать. Это уже просто потратит небольшое количество времени, нужно оно вам, уже смотрите по себе. А вот спеллбиндер с продолжительностью меняется на шпинат или на клевер. Первый даст немного урона в начале, а второй увеличит шанс критов и скорость появления факелов. Незначительно, но все же увеличит. Тут на ваш выбор, забирайте что хотите. Везде распределение очков происходит автоматически. Можете, конечно, это делать вручную, но в данном случае все было именно автоматически. Попытка номер 4. Первые три я рассказал у нас в видео по бесконечному фарму номер 3, а здесь я рассказываю про другие попытки. Попытка номер 4. На первых уровнях я взял 13, 20 и 18 аркану на увеличение размера. Если вы берете эту аркану, ее нужно брать в самом начале, так как она начинает работать только после ее взятия. И все леваки, которые были до нее, не учитываются. На 77 левеле я взял первую аркану близнецы, чтобы получить кроме глаз еще и кошек. И на 108 левеле я взял 15 карту с золотой лихорадкой. Я ее беру постоянно в самом конце. Поначалу все было хорошо, опыт собирался. Забыл, кстати, в прошлом ролике указать, что собирать опыт нужно за 1-2 секунды до окончания проклятия от 13 арканы, чтобы опыт успел до вас долететь к моменту активации повышенного опыта. Также из-за того, что кошки слишком большие и на карте ничего не видно, используйте карту и смотрите где сундуки и бегите оттуда. Я сам часто ошибался и подбирал кошек заранее, что мне было, конечно же, не нужно и приходилось начинать все заново. Основная проблема игры в том, что она не оптимизирована для больших нагрузок. Даже будь у вас хоть самый топовый компьютер, он просто тупо не вытянет вампиров. Так вот, еле дотяну до 29 минуты, я пытался взять сундук, чтобы открыть кошачий глаз и уменьшить лаги. Мне это удалось и сундук открывался 2 минуты реального времени. Лагов и на 32 минуте вообще не убавилось. 1 минута игры была примерно 10 минут реального времени и даже отбежав ничего не изменилось. Итог. Почти 700 тысяч монет за 32 минуты. Нереальные лаги. Первая карта Близнецов, к сожалению, отправляется в мусорку. Попытка номер 5. На первых уровнях взял 13, 9 и 20 аркану. 9 арканы работают очень просто, особенно в начале. Ваша задача при получении арканы просто входить в мову и они будут умирать от обратки. Не бойтесь получать урон. Ну, кроме охраны стрелочек и колец, они могут вас неплохо просадить по хп. Ваша задача, пока вы не дошли до колец, получить максимум урона, чтобы ваше хп было еле-еле видно. Это максимально повысит профит от арканы, повысив вам урон. В дальнейшем эффект будет ослабевать, из-за того, что вас по сути не будут пробивать. Для уменьшения лагов я взял позже на 74 уровне 18 аркану на размер. По сути, это лагов не особо уменьшило. Если хотите, можете ее поменять местами с 20 арканой. И на 108, конечно же, золотую дискотеку. На 29 минуте дошел до сундука, взял кошачий глаз и через пару минут лаги почти прекратились. До 30 минуты получил 540 тысяч. К 60 минуте 3 миллиона 390 тысяч. Итог, примерно 2 миллиона 850 тысяч за 30 минут фарма. Попытка номер 6. На первых уровнях взял 13, 20 и 18 аркану, чтобы сразу копить размер скиллов. На 77 левеле взял 16 аркану порез, который работает с мечом. И на 108 левеле золотую лихорадку. Кошек взял на 28 минуте. Из-за диких лагов до 30 минуты я получил 700 тысяч монет. До 60 минуты получил 3 миллиона 400. Итог, примерно 2 миллиона 700 тысяч фарма за 30 минут. Разница между пятой и шестой попыткой почти никакой. Но в шестой лагов было больше. Попытка номер 7. Опять же, в попытках избавиться от лагов я решил отказаться от 18 арканы. В начале я взял 13, 20 и 16. На 77 левеле я решил попробовать 10 аркану на увеличение количества мечей. На 108 золотая лихорадка. Я не учел только один факт. Что с такой сборкой вы получаете больше всего опыта. А значит и ловаков. И волею рандома, получив 1550 левел, я встав на сундук на 29 минуте, смог его забрать только на 32 минуте из-за прокачки уровней. По итогу, подбирать сундук советую минуте к 27-28, иначе у вас будет куча маленьких глаз, от которых толку не особо много. Да, они будут вам таскать мешки, но намного меньше, из-за чего золотая лихорадка будет быстро заканчиваться. В 30 минуте у меня было 440 тысяч золота, к 60 минуте 2 миллиона 440 тысяч золота, итог примерно 2 миллиона за 30 минут фарма. Опять же, могло быть лучше, если бы не овер получение уровней и мобы ложатся только в путь. Но толку от того, что вы их нарезаете, если деньги по итогу-то и не идут. Подведем итоги. Лучшая попытка у нас номер 5. Но нужно, к сожалению, вам смириться с тем, что лагать будет просто адски, но такова цена безлимитного фарма. Ну а на этом, наши дорогие друзья, всё. С вами был я, Алексей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, конечно же, писать ваши комментарии, сколько и где вы вообще фармите деньги. Так что, всем удачи, пока и до новых встреч.